Готовность к курортному сезону уже проверена в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. Лазаревские оставили напоследок. Самый большой район курорта традиционно принимает массу туристов. Но вот дойти до моря отдыхающим бывает сложно, мешают припаркованные на узких улицах машины. А ведь в преддверии купального сезона антитеррористическая комиссия города приняла решение запретить подъезд транспорта к пляжам. Разрешен въезд только машинам, доставляющим товары в прибрежные кафе и магазины. Но делать это можно ночью или рано утром. Днем дорога должна принадлежать только пешеходам. Для этого глава города предложил установить специальные столбики или шлагбаум на пульте управления. Сделаны замечания. Я думаю, что на это я дал 3-5 дней максимум. Мы еще раз проверим, как подготовились к антитеррору. Вот эта улица, она должна быть всегда свободной, а не тогда, когда там глава только находится. А они пока к этому не готовы. Как в принципе не были готовы Дагомыс и не был готовый Лао. Сегодня же большая часть автомобилей – это машины местных жителей, которые вместо гаражей оборудовали на своих участках ларьки. Глава города потребовал разобраться, насколько законен такой бизнес в свете. Это земли ИЖС, налог за частный до небольшой, а пенсионеры в Сочи и вовсе от него освобождены. Но это в случае, если на участке просто живут. Если там ведется торговля, то площади надо переводить в другой статус для коммерческого использования и платить налоги. В течение двух недель межведомственная комиссия сверит реальное количество павильонов с официальной картой дислокации. К работе подключатся также земельный комитет и пожарный надзор.